Привет тебе! Привет! Снова слышишь любимые голоса? Это значит, что сейчас тебя настигнут новости игровой недели. Накроют, можно сказать. Восток и Запад вновь несут дары своим господинам, пользователям PlayStation Plus и Games with Gold. Давай-ка поглядим, чем они собрались заинтересовать тебя в мае. Sony решили немного побаловать своих любимчиков или завести новых, а то с той тухлятиной, которая от них сыпется последнее время, то бишь последние несколько лет, уже практически перестали быть слышны радостные возгласы подписчиков. Итак, Tropica 5 и Tabletop Racing получат владельцы PS4. Если ты ничего не знаешь про вторую игру, то ничего постыдного в этом нет. Она еще не вышла. Бионик Команда Rearmed 2 и Лока-Рока Кукарику увидят юзеры PS3. Бионик Команда можешь установить хотя бы ради саундтрека. Саймон Твиклунд там такого музла наворотил, что мама не горюй. Ну а Switch Galaxy Ultra и God of War Ghost of Sparta утекают на мобильную Соньку. Switch Galaxy можно будет поставить и на PS4. Чем ответят коробочники? Defense Grid 2 и костюм Quest 2 десантируются на Xbox One. Первая — это вполне себе тепленько принятый Tower Defense. Вторая — средненькая поделка от Double Fine Productions. Ну как средненькая? Дохленькая! Тим Шейфер что-то в последнее время лажает. Grid 2 и Peggle получат пользователи, снятые с производства Xbox 360. Игры на старую коробку запустятся на новые благодаря функции обратной совместимости. В список майских даров от Microsoft можно поместить и Ori on the Blind Forest Definitive Edition. Игра наконец-то вышла на ПК, причем владельцы оригинальной Ori получат ее солидной скидкой. Возрадуйся, всяк поклонник отличных игр. К слову, о сдувшемся Шейфере. Ни один он подуныл по части разработки игр. Считают доноры Kickstarter и еле-еле скидываются денежкой на Black Room. Шутер от Ромера и Кармака. Ранее мы говорили тебе о том, что за громкими именами сейчас ничего кроме подвигов 20-летней давности и не значится. Причем Кармак-то не настоящий! То есть не Джон, а какой-то там Адриан. Тоже, конечно, создатель Doom, Wolfenstein 3D, Quake. Но просто-напросто однофамилец нормального Кармака. Так что успех компании стоит под серьезным вопросом. Но даже в случае успеха компании будет стоять не менее серьезный вопрос об успехе самой Black Room. Сюжет же у шутера заманчивый. Виртуальная реальность породила аномалии, смешавшие ее с реальным миром. Обещают классический динамичный геймплей и самые разные сеттинги. Уже 5 мая станет доступна для загрузки Forza Motorsport 6 Apex. Бесплатная ПК-версия легендарной гонки. Об этом стало известно от самих мелко-мягких, объявивших также планирующийся к выпуску контент. Более 60 автомобилей на 20 трассах с различными погодными условиями. Поддержка в ОК-разрешении и DirectX 12 прилагается. Дала о себе знать Nintendo. Контора собралась выпустить на рынок свою новую консоль. Названную, а пока никак не названную, но имеющую кодовое имя Nintendo NX. Состоится релиз устройства уже в марте 17-го года, но точно о нем пока неизвестно ни-че-го. Девайс даже не покажет на E3 этого года. Но если что, знай, новая консоль уже в марте 17-го. Показались дебютные трейлеры Seven, The Days Long Gone, Outlast 2 и Space Hulk, Deathwing. Первая невзрачный во всех смыслах проект от авторов, не подаривших миру ничего стоящего. Изометрическая стелс-РПГ будет изготовлена на Unreal Engine 4 и поступит в продажи непонятно когда. Ребятушки до сих пор не определились с датой выхода. Поэтому мы с уверенностью оставляем их в покое и смотрим в сторону Outlast 2. Главный герой номинируется на должность агронома, потому что весь ролик ползает по кукурузному полю. Стебли кукурузы — это действительно жутко. Зато в кукурузном поле герою удобно. Можно и от врагов спрятаться, или с точками себе что-нибудь вытереть. Выходит, игра уже осенью этого года. Ну и брутальный шутан Павахи таки обещает быть как минимум красивым. Физика и освещение Unreal Engine 4 радует глаз. Мрачное кровавое месиво — вот то, что нужно от вселенной Warhammer. По всей видимости, это мы и увидим. Высокой динамики не показали, зато хорошо ощущается вес моделей, что для игры является настоящим достижением. Дата релиза не сообщается. Новая неделя — новый розыгрыш игры в рамках конкурса «Торги». Правила ты знаешь. Делаешь ставки на странице конкурса, выигрываешь — забираешь ключик. Сейчас, например, к новому владельцу уходит Dark Souls 3. Ставок было сделано не так уж и много, но что есть, то есть. Больше шансов на победу у каждого участника. Но счастливчик-то один. И среди его ставок имеется номер 432. Победитель, которым стал Аллигатор. Совершил аж 117 ставок. Ну, тут без вариантов просто. Поздравляем! Следующий приз — Battleborn. Новое кооперативное творение от авторов легендарной Borderlands. Скорее участвуй, игра наверняка выйдет годной. А мы вернемся к тебе ровно через неделю. Будь с нами, будь в курсе. Пока! Кстати, 14 лет назад, 1 апреля 2002 года, состоялся выход Morrowind. Так что мы объявляем Международный день Нереварина и радуемся, что тебе есть, что отметить на выходных. Давай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова